Новый способ транспортировки газа. Но, к сожалению, в этой технологии есть определенные недостатки. Они связаны с тем, что этот процесс перевода газа в твердую форму, он очень медленный. И вот для того, чтобы этот процесс ускорить, мы разработали специальные молекулы. За счет этого мы уже эту технологию улучшаем, повышаем ее эффективность. Юные таланты в мире СМИ и медиа. Я вижу, как люди, которые приезжали перед маленькими детьми, 6-8 лет, 10 лет, потом становятся, не поиск слову этого, звездами эфира, участвуют в различных телешоу, выигрывают телешоу. И это действительно тот фестиваль, который дает старт детям дальше, в дальнейшем развиваться. Цветовые столбы – уникальное явление природы. В настоящее время в Татарстане наблюдалось такое достаточно редкое явление. как световые столбы. Необходимо отметить то, что вообще существует три явления, которые, в принципе, в основе своей имеют одну и ту же причину. Это ГАЛО, световые столбы и световые кресты. Всем привет! В эфире Ньюэр Новости, а в студии Кристина Отекина. На базе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета стартовал ежегодный конкурс юного переводчика имени Шарафа Мудариса. Организатор мероприятия выступил Институт совместно с Управлением образования города Казани и администрации Дрожановского муниципального района. Основной задачей конкурса является выявление одаренных учащихся с высокими способностями к изучению языков и художественной литературы. Благодаря проведению мероприятий молодое поколение знакомится с художественным переводом и развивает красоту письменной речи. Также одна из задач конкурса – привлечение талантливых учащихся к образовательным программам, реализуемым в КФУ. Конкурс проходит в два этапа. Первый тур – заочный, где участники предоставляют в Оргкомитет перевод-отрывка из произведений классиков татарской литературы и из произведений современных татарских писателей. На очном этапе принять участие смогут авторы наиболее удачных переводов. Ученые Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета создали новую модифицированную молекулу, которая может ускорять процесс получения газового гидрата. Разработка является экологически безопасной и может иметь важное значение для разработки технологий гидратного хранения и транспортировки углеводородных газов. Какие изменения повлечет за собой открытие, узнаете далее. Казалось бы, в современном мире должны быть все условия для комфортной жизни человека. Но, увы, все же есть регионы, территория которых является труднодоступной для проведения бытового газа, важнейшего вещества для современного общества. Именно поэтому, несомненно, важно сделать поставку газа в отдаленные части страны максимально инклюзивной. Это воплотили в жизнь ученые Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Группа исследователей впервые получила новую модифицированную молекулу, которая обладает высокой эффективностью ускорения гидрата образования. Это значит, что газ можно преобразовать в твердый вид и спокойно перевозить на дальние расстояния в нужном количестве. Одной важной задачей в нефтегазовой отрасли является транспортировка и хранение природного газа. И сегодня существуют различные технологии. Это сжиженный природный газ, трубопроводный транспорт. В нашем центре мы разрабатываем альтернативную технологию. Это технология использования гидратов для транспортировки. То есть газ в данном случае переводится в твердое состояние и в таком виде может храниться, транспортироваться и доставляться до того места, где он будет дальше потребляться. Превращение природного газа в газовые гидраты, то есть в твердое кристаллическое вещество, внешне напоминающее лед, перспективный метод его хранения и транспортировки. Гидратный метод легко масштабируется, поэтому с его помощью попутный нефтяной газ можно превращать в газогидраты, транспортировать и использовать в качестве топлива. Но, к сожалению, в этой технологии есть определенные недостатки. Они связаны с тем, что этот процесс перевода газа в твердую форму, он очень медленный. И вот для того, чтобы этот процесс ускорить, мы разработали специальные молекулы. За счет этого мы уже эту технологию улучшаем, повышаем ее эффективность. Это более экологично, чем его сжигать. Кроме того, многие малые населенные пункты в России до сих пор не газифицированы, так как в силу географических особенностей тянуть трубопровод туда невыгодно. Гидратный метод транспортировки и хранения газа может стать решением этой проблемы. Основное предназначение этой молекулы связано как раз с тем, чтобы использовать для новой технологии транспортировки и хранения природного газа. Сегодня мы понимаем, что газ добывается в одном месте, а его нужно донести, распределить по всей стране и даже за ее пределы. И для этого нужны специальные технологии. Эта молекула позволяет повысить эффективность гидратных технологий транспортировки и хранения природного газа. Преимуществами гидратного метода транспортировки и хранения газа являются умеренные условия по температуре и давлению, а также безопасность и экологичность. Дальнейшее развитие гидратной технологии хранения и транспортировки природного газа может стать началом нового направления в малотоннажной химии и позволит расширить возможности газификации удаленных населенных пунктов, в том числе в Арктическом регионе. Валерия Карташова, Иван Шаншеров, Николай Суховский, Универ Новости. В Казани завершился международный фестиваль детских и юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи-34», который собрал более 400 участников из 40 медиастудий. Ребята пробовали свои силы в направлениях игровое кино, телепрограмма, социальная реклама, видеоклип, фоторепортаж, печатные издания и диалог поколений. В короткие сроки участники фестиваля создали 19 роликов и почти 200 фотографий. Шесть лучших видео и шесть фоторабот заняли призовые места. С утра и до поздней ночи для участников фестиваля проходили мастер-классы, тренинги и творческие встречи с медиапедагогами России, режиссерами, сценаристами, операторами, актерами и телеведущими. Вижу, как люди, которые приезжали сюда маленькими детьми, шести, восьми лет, десяти лет, потом становятся, не пою слово, звездами эфира, участвуют в различных стиле-шоу, выигрывают в стиле-шоу. И это действительно тот фестиваль, который дает старт детям дальше в дальнейшем развиваться. «Волжские встречи» – международный фестиваль детских киностудий и СМИ, который ежегодно собирает юных журналистов и кинематографистов со всей России. На фестивале для них предусмотрены теоретические и практические занятия. Ребята обучают специалисты из разных сфер – кино, журналистики, фотографии, анимации, социальных сетей, тренеры по личностному росту и лидерству. Мастера-наставники помогают им с подготовкой фестивальных материалов, программ и выпусков новостей, клипов и рекламных роликов, фоторепортажей и газет. Смотришь, как ребята ходят, снимают, что-то делают. Этим очень сильно вдохновляешься. И появляется очень много новых идей, которые можно реализовать. Мне кажется, больше сейчас надо развивать именно соцсети, потому что в основном через них приходит основная аудитория, с которой можно взаимодействовать. Для студий, которые уже набрали какую-то популярность, которые уже опытные, и для тех ребят, которые только начинают свой путь, только начинают свое развитие. И тем самым фестиваль помогает раскрыть их навыки, способности. Только здесь я могу поработать с профессионалами разных телеканалов и, собственно, представить свои проекты, посмотреть на них, возможно, под другим углом профессионализма. Волжские встречи учредили Общероссийская общественная детская организация Лига юных журналистов и детское творческое объединение Юнпресс. Фестиваль проводится с 1990 года. Совсем скоро пройдет уже следующий фестиваль «Волжские встречи», а значит, подготовку следует начинать в ближайшие сроки. Елизавета Газизянова, Валерия Карташова, Универновости. Природа изумительна и уникальна. Она не пристает удивлять своими шедеврами даже в самое холодное время года. Атмосферные явления вокруг нас часто преподносят сюрпризы, и хочется не только рассматривать их поближе, но и разузнать о них больше. Совсем недавно в Казани и многих других регионах заметили необычное явление под названием солнечные столбы. При каких условиях они образуются и в чем их уникальность, узнаете в следующем сюжете. Световые столбы являются оптическим эффектом. Они представляют собой яркие вертикальные полосы, которые тянутся от источников света. Их появление можно спутать с искусственным освещением, будто бы включили прожекторы. Эксперты считают, что солнечные столбы образуются от ярких земных источников света, таких как фонари, пары от машин, прожекторы. Они идут снизу от земли и вертикально рассеиваются на зависших в воздухе кристаллах, которые образуются из-за холодной погоды. В настоящее время в Татарстане наблюдалось такое достаточно у нас редкое явление, как световые столбы. Необходимо отметить то, что вообще существует три явления, которые в принципе в основе своей имеют одну и ту же причину. Это голов, световые столбы и световые кресты. Все это происходит по той причине, что в атмосфере появляются, если говорить простым языком, кристаллы воды. И если эти кристаллы занимают определенную позицию, то и появляется соответствующее явление. Они возникают и над Солнцем, и под Солнцем. Но в основном возникают над Солнцем причина та же самая. То есть, как бы замерзшие кристаллы, которые заняли определенное горизонтальное положение. Но я хочу сказать, что возникают в основном эти все явления, то есть связанные со столбами, именно когда Солнце или восходит, или заходит. И разумеется, у нас здесь очень редко это явление наблюдается. Образование солнечных столбов происходит в атмосфере Земли, где формируются лезяные кристаллы. При этом дневное светило должно находиться низко. Когда солнечные или лунные лучи света попадают в атмосферу Земли, они сталкиваются с взвешенными в воздухе кристаллами льда. Именно благодаря этому появляются столбы. Зима – самое оптимальное время года для такого явления, так как именно в этот период в атмосфере достаточно низкая температура и небольшое количество влаги, которое является благоприятной средой для образования небесного чуда. Но это явление можно наблюдать и летом, когда на небе появляются перистые облака. Дело в том, что в них тоже могут образовываться ледяные кристаллики, способные отражать свет. Возникают в основном эти все явления, то есть связанные со столбами, именно когда Солнце или восходит, или заходит. И разумеется, у нас здесь очень редко это явление наблюдается. Так же, как световые кресты, которые возникают, когда отражение происходит и по вертикали, и по горизонтали. Опять-таки, от тех же кристаллов замерзших воды. Ну вот я еще раз повторяю, все это наблюдается в основном в морозную погоду. Так и, в общем-то, представляет интересное зрелище. Но ничего необычного в этом нет. Это штатная ситуация окружающего пространства, которая основывается и на наличии водяного пара в нашей атмосфере, и, соответствующим образом, на том, что эти кристаллы, замерзшие, могут занимать определенные положения и отражением солнечного света вызывать вот эти три интереснейших явления. Особенностью является и то, что цвет солнечных столбов зависит от источника, то есть лучей, которыми он был создан. Если Солнце красное, то и столбы красные, а если оранжевое, и они будут оранжевыми. От лучей Луны они, как правило, белые или светло-серые. Но если в России солнечные столбы можно застать не так часто, то есть место, где их можно увидеть в любое время года. Это Ниагарский водопад. Вокруг него образуется туман, в котором как раз и формируются кристаллики льда, отражающие свет от прожекторов и создающие такое уникальное явление. Аделия Шафигульна, Кристина Отекина, Универ Новости. В Министерстве экономического развития Российской Федерации подведены итоги конкурса студенческих инициатив. По результатам оценки проектов экспертной группы победителем в направлении комплексной развития территории стала команда Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. В мероприятии приняли участие 72 команды из 11 ведущих российских вузов. В полуфинал по итогам отбора проектов внутри вузов прошли сразу две команды Института управления экономики и финансов или «И мы за экологию». Победителем конкурса студенческих инициатив в направлении комплексной развития территории стала команда Казанского федерального университета ИЛИ с проектом Кемпоинт. Он посвящен созданию кемпинг-стоянок на территории Республики Татарстан. В соответствии с национальным проектом туризм и индустрией гостеприимства и разрабатываемой концепции автомобильного туризма, приоритетом становится автотуризм, который включает в себя караванинг. По итогам конкурса работа с участниками будет продолжена. Лучше получат возможность попасть в молодежный экспертный клуб ЦСР, в рамках которого на регулярной основе проводятся мероприятия по обмену опытам, развитию кадрового потенциала, поддержке молодежных инициатив и проектов. Казанский федеральный университет приглашает принять участие в Днях открытых дверей института. Абитуренты и их родители смогут получить информацию о порядке поступления, условиях обучения, студенческой жизни, а также побывать в лабораториях, аудиториях и музеях Казанского университета. Встречи с абитурентами пройдут как очно, так и в онлайн-формате в Zoom, ВКонтакте и Яндекс.Телемост. Ознакомительные мероприятия проделяются до 20 июля, а ознакомиться с точными датами проведения можно на сайте КФУ. На этом все. В студии была Кристина Отекина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!